Ммм, ты куда собралась? Ты куда собрала мылилась? Ты какая такая? Я не такая. Это не я. Ребятуточки мои, всем приветико, ребятки, всем добро пожаловать на мой канал. Здесь вам не будет скучно, поверьте мне. Сегодня мы будем играть в игру. Называется она Love and Diaries, Aaron. Все про любовь, морковь, все такое, ну, все такое, знаете, интересненькое, девчачье. Экранчик у меня уже начинает записываться. Надеюсь, что без рекламы будет. Без рекламы, нам повезло с вами. Так, ребят, у нас чуть перестановка света немножечко, так? И мы уже сейчас начинаем нашу игру, конечно же. Аарон смотрит, как я выхожу из кабинки. Рука Сева у меня на плече. Помните такой мем? Добавая ко всему, он настаивает на селфи со мной. Я не успеваю сказать нет, его щека уже рядом с моей. Сев машет мне на прощание и удаляет, удаляется, все правильно, я думаю, вместе со своими друзьями. Я не решаюсь посмотреть на Аарона. Аарон, я думала, ты не хотел приходить. Все-таки передумал, это круто. Я не уверена. Он смотрит на меня таким взглядом, что... Что мне становится не по себе. Мне тоже, знаете, стало чуть не по себе. Можете оставить нас на минутку? Яна, я должны поговорить. Да? Я ничего не знала по вашим планам. Да, без проблем, мы пойдем купить блинчиков. Я тоже хочу блинчиков, я хочу пончиков. Он заставил меня вот это вот разговаривать. Ну да, все на мой. А знаете, чем я интересное? То, что он не хочет, да, чтобы мы были его девушкой, да, типа не хочет серьезных отношений, но постоянно ко всем ревнует. Это просто невыносимо. Стивен бьет Джо под руку и наклоняется к ее уху, чтобы что-то прошептать. Она смеется. Так незаметно. Такие прям я не могу. Я думала, ты не такая. Ты какая такая? Я не такая. Это не я. Что это значит? Я смотрю, ты берешь пример с Джо. Если ты так думаешь, то ты все совершенно неправильно понял. Вчера вечером Стивен видел, как ты выходила из чужого номера. Сегодня ты обнимаешься с парнем на колесе обозрения. Да ты развлекаешься вовсю. Ой, какой нудный. Это, знаете, это он любит, знаете, у нас пойти по тусовкам, под девочкам походить. А это потом я виновата? Такой вообще какой-то неадекватный. Эй, Яна, я хотела бы познакомиться с тебя с моей девушкой. Она журналистка. И она хочет задать тебе пару вопросов о твоей работе, если ты не против. Мы сидим вон там, на террасе, если хочешь к нам присоединиться. Аарон бросает на меня испепеляющий взгляд. Говорит, ты куда собралась? Ты куда собрала? Я не знаю, что мне отвезти. Да иди ты это. Иди в одно место. Да, конечно. Я вам помешала. Простите, я вас оставлю. В любом случае, я думала, что она ревнует. Мне следует сказать ей, что это твой парень, чтобы она успокоилась. Да, это так. Расскажи ей об этом. Аааа, да теперь же ты мой парень. Ага. А после этого, потом... Ай, да я не хочу с тобой в три часа, не хочу отношений. Ну куда мне? Мне отношения не нужны. Ой, такой прям... Это та девушка, что на нас смотрит? Нам стоит прояснить ситуацию. Аарна колет руку мне на талию и прижимает к себе. Его рот оказывается около моих губ. И он страстно меня целует. Идеально. Я слышу, как он удаляется к своим друзьям. Видишь, я же говорила тебе, что это ее парень. Наши лицы отлипают друг от друга. Я собираюсь возобновить спор. Но взгляд Аарна изменился. Он уже не холоден, а полон страсти. Прям пыхчит. Уже искры льсят на меня, уже опекают меня. Я не могу оторвать от него глаз. Я чувствую бабочек в животе. Ой, как мило. Вы знаете, у меня вот с этим образом, да, с этим макияжем, мне реально очень тяжело поднять глаза. Вот потому я смотрю постоянно вниз. Волнение нарастает. Незапно он хватает меня за руку и тащит колесо обозрения. Я не успеваю ничего так возразить. Мне приходится за ним бежать, потому что он делает огромные шики. Прям так туп-туп-туп. Прям такие. Он толкает меня в кабину и захлопывает за собой дверь. Он встает на колени и нажимает маленькую кнопочку под сиренем. Сиренем. Сиденьем. Окна внезапно меняют цвет. Теперь они затонированы. Что за... Долгая история. Скажем так, я не первый раз в этом парке. Обычно я приезжаю в пятницу вечером на их особые вечера. То есть сейчас нас не могут видеть снаружи? Нет. Оу Май. Сколько времени ты хочешь потратить на обслуживание технических деталей? И вот тон снова стал жестким. Я вижу, что он все еще довольно-лылым. Довольный зол, но страсть кипит в нем тоже. Мы немедленно приближаемся к вершине колеса. Люди в других кабинах таращатся на нас. Я пытаюсь убедить себя, что они нас не видят. Это в моих собственных интересах, потому что Аарон уже снял свою футболку. Да ему вообще, знаете, ему вообще пофиг, где, что, куда, зачем, я вам говорю. У нас нет времени поговорить, но у нас есть время раздеться. Я хочу чувствовать твою кожу, снимай одежду. Его глубокий голос звучит серьезно, у меня нет выбора. В других мужчинах это меня порой раздражает, но в нем особенно возбуждает. И вот я, голая, в нескольких десятках метрах от земли, прижата к окну. Аарон позади меня, он тоже обнажен, целует мою шею, плечи. Скажи мне, что ты впервые, когда ты занимаешься на этой высоте. Это впервые. Он аккуратно раздвигает мои ноги, продолжая меня целовать. Он отодвигает рукой мои волосы, чтобы прижаться к моей спине. Секрет в том, чтобы ни о чем не думать, полностью погрузиться и наслаждаться моментом. Это я и пытаюсь сделать, так и будет. Это я и пытаюсь сделать, так и будет. Если ты не понял. Он зажимает мне рот рукой, когда входит в меня. И чувствует, как волна удовольствия пробегает по моему телу. Мысли путаются. Аарон кладет руку мне на щеку, чтобы повернуть мою голову к себе. Поцелуй меня. Наши губы и языки сплетаются. Темп нарастает. Я предполагаю, что мы скоро окажемся у земли. Но я не решаюсь, вот как глаза. Я не хочу упустить этот момент. Единственное, сейчас. Прямо сейчас. Я, конечно, дам мне секунду. Я не знаю, если... Ну, типа, я не буду говорить слабо, потому что, не знаю, YouTube, это, меня, ну, типа, что-то мне скажет за эти или нет, за маты. Ну, не за маты, вот такие слова, да. Я никогда не думала, что смогу достичь оргазма за такое короткое время и в подобных условиях, но я чувствую, что он близко. Три, два, один. Мы оба, одновременно, испускаем глубокий вздох. Его рука снова прикрывает мой рот, чтобы приглушить тон удовольствия, по которой я издаю, даже не осознавая этого. Джо и Стивен ждут нас у... Стивен... Стивен... Стивен ждут нас у входа на колесо обозрения. О, боже, Арн, ты, должно быть, не рассказал мне, как ты это сделал? Закадри девушку? Не знаю, что тебе это будет интересно? Прекрати, ты знаешь, о чем... Что я не об этом. Ту штуку с тонированным окном. Арн обнимает его за плечи. Они начинают дурачиться, как дети, и гоняются друг за другом, направляясь при этом к выходу. Я остаюсь одна с Джо, мне довольно комфортно. Сложно объясниться прямо сейчас. Прямо как, знаете, как такая мамка такая. Так, доча, это все было, я не понимаю. Что случилось? Мы оставляем вас на две минуты, когда вы ссоритесь. А секунды позже вы уже целуетесь на колесе обозрения? Я сама с трудом поняла, как это произошло. Оно так, знаете, как-то вот так вот пошло и как-то... В любом случае, ты не собираешься жаловаться, ведь так? Я не могу подавить улыбку. Ах ты шалунья, давай вернемся в отель. Да, уже хватит, уже надо отдохнуть, уже надо... Уже все, это, снять одежду, пойти в душ, конечно. Я принимаю душ, прежде чем присоединиться к ужину. Я не знаю, что надеть. Мне бы хотелось, чтобы Арн завелся при виде меня, но в то же время не хочу, чтобы мои намерения были слишком очевидны. Стук в дверь. Я быстро накидываю халат. Эмплойи, ну это типа, знаете, это называется, ну типа рабочие отеля. Добрый вечер, мисс, обслуживание в номер... номеров... номеров. Но я не просила. Он не слушает меня и заталкивает тележку в комнату. Приятного аппетита и хорошего вечера, мисс. Он выходит, я замечаю белый конверт между баранчиками, которыми накрыты блюда. Здесь достаточной еды для двоих. Оу, это сюрприз? Моё сердце колотится, как бешеное. Я открываю конверт. Сегодня ты остаёшься здесь. Развлекайся. Что? Нет, кто это написал? Я понимаю, поднимая баранчики из тарелок, креветки, стручковая фасолька, картофель, шоколадный мусс и фотографии. Другой отрывок из моего дневника, конечно. Я должна предупредить других, что не смогу к ним присоединиться. Чёрт! Я одолжила свою зарядку Джо, моя батарея на нуле. Я надеваю штаны и футболку и стараюсь выглядеть больной. Это единственное оправдание, которое я могу придумать. Я направляюсь к двери, но её невозможно открыть, как будто кто-то держит руку с другой стороны. Я чувствую, как меня охватывает паника. Мне нужно сесть и отдышаться, иначе я задохнусь. Кто стоит за этим всем? Должно быть это кто-то из команды или кто-то из отеля, кто нас знает, постоялец, пассажир, который летает рейсом в Шанхай-Париж. Это так странно, что шантажистом в конечном итоге может оказаться кто угодно. Я снова пытаюсь открыть дверь. На этот раз она поддаётся. Я беру по коридору настолько быстро, насколько могу. Бегу. Бегу, бегу, бегу. Я бегу, бегу, бегу. Я осмотрела все коридоры, но никого не нашла. Никто из моих коллег не был в своей комнате. Я нажимаю кнопку в лифте, чтобы вернуться на свой этаж. Но в последний момент двери снова открываются. О, снова здравствуйте, мадам. Добрый вечер, скажите, кто именно наказал, заказал для меня еду? Я не знаю, мадам, я стойка, я только доставляю заказы, а не принимаю их. И как я могу получить эту информацию? Вам следует спросить об этом на стойке регистрации. Если звонок был сделан не из вашей комнаты, то я не уверен, что они имеют право предоставить такую информацию. Мой телефон звонит. Еда остывает, вам лучше вернуться в свою комнату. На вы? Только что было, по-моему, он... Нет. Мне казалось, что он уже на ты, типа... Ладно. Дверь лифта снова открывается, сотрудник выходит. Я возвращаюсь в свою комнату, чтобы поразмыслить над ситуацией, прежде чем он начнет воплощать в жизнь свои угрозы. Я не дурочек, ладно, не буду его провоцировать, так скажем. Я провожу магнитной карточкой по двери своего номера и собираюсь открыть ее, когда вдруг понимаю, что позади меня кто-то есть. Я оборачиваюсь и вижу... Патрик? Извини, не хотел тебя напугать. Не волнуйся, это приятный сюрприз. Это очень приятный сюрприз. Тем лучше. На этой неделе у меня тренировки в Шанхае. Я видел тебя раньше, но ты так спешила, поэтому я решила немного подождать, прежде чем тебя побеспокоить. Моя рука все еще на дверной ручке. И не знаю, что делать. Саймон сказал остаться в номере, но он говорил, что я должна есть в одиночестве. То есть он не говорил, что ты должна есть в одиночестве. Ты уже ела? Не хочешь погуляться до ресторана отеля? Вообще-то я заказала двойный номер, но ее хватит на двоих. Идеально. Он заходит в мой номер. Ты не ужинаешь со своими коллегами сегодня? Нет, я хотела побыть одна. Я тоже иногда люблю побыть на дне с собой. Уносить кое-что общее. И не только это. Он садится в кресло у окна. Я не могу не заметить, какое у него красивое лицо. У него отточенные черты, элегантный стиль. Все, девка влюбляется. Все, пошло уже все. Я просто не могу этого отрицать. Патрик точно мой тип. Там, знаете, у меня все мои типы. Типы и Люк, и Арен, и Патрик. Ну, в принципе, почему? Знаете, это уже будет вторая Джо. Честно говоря, Аена, я был рад, когда увидела тебя в отеле. Это так? Он переводит взгляд на меня. Это почти завораживает. Я очень хотела тебя снова увидеть, после того, раз в баре. Ты сегодня занята? Мы могли бы сходить выпить. Не знаю, надолго ли я под домашним арестом, к сожалению. Я бы с удовольствием, но сегодня, увы, не могу. Он выглядит разочарованным. Ну, блин, ну, блин, мальчик мой, ну, я не знаю. Потом, знаете, знаешь, типа, я выйду, этот Саймон, он мне скажет, а что, дорогая вышла, типа, что за приколы, да? Потом он отправит кому-то фотку еще какую-то мою непонятную. Наш? Зачем оно мне надо? Наша она мне надо, правильно? Наверное, я не первый, кто спрашивает. О, нет, ничего подобного. Я просто очень устала сегодня. Хорошо, тогда в следующий раз. В любом случае, спасибо за еду. Приятного вечера, Яна. Он берет мою руку и слегка наклоняется, как будто собирает себя поцеловать. Он смотрит мне прямо в глаза. Я не могу подавить, подавить Лёш. Ну да, такой, знаете, так смотрит, такими влюбленными глазами. Мой телефон начинает звонить. Только он выходит из комнаты. Саймон говорит, что на данный момент я свободна. Я свободна или, ну, типа, он говорит, нет, ты свободна. Ну, короче. О, это можно сейчас пойти с ним погулять. Ага. Ой. Вот такая вот, я знаете, вольная птица делает, что хочу. Правильно? Правильно. Я остаюсь в изумлении и неподвижна на мгновение. Я думаю, мне нужен свежий воздух. Надо было его, это, ну, типа, остановить, типа, сказать, теперь мы можем уже идти. Я уже не устала и уже отдохнула. Яна, подожди. Джо переходит улицу, чтобы подойти ко мне. Я знала, что ты не останешься в своей комнате. Мне нужен был свежий воздух. Лгунья, у тебя свидание, не так ли? Вопрос только, с кем? Это хороший вопрос. И думай дальше, какое у меня свидание и с кем. Нет, у меня свидание, я же тебе говорю. С Патриком и Аароном в городе. Это бы меня удивило. Я закатываю глаза. Это ее смешит. Я думаю, откуда она знает, что Патрик в городе? Ага. Я больше никому не доверяю. Это раздражает. Моя личная жизнь сейчас в застое. Позволь мне пожить на благо других. Штука в том, что и Патрик, и Аарон сейчас оба в отеле. Я видела их, когда выходила из него. Хотя, может быть, это кто-то третий. Ты подцепила еще одного симпатичного пассажира? Ах, если бы, да. Ага, рассказывай. Алан все еще отказывается со мной видеться. Я больше этого не вынесу. Так-так, что это наши девочки делают на улице? Стивен прорывает наш разговор. Его сопровождают довольно милые юноши. Это Пьер. Мы направляемся на вечеринку в шелтер. Хотите с нами? Конечно, обожаю этот клуб. Ты идешь, Яна? Даже не знаю, хочется ли мне танцевать и веселиться сегодня. Но на то же время мне нечего терять. Правильно. Я за. Мы заказываем в Варе коктейли, прежде чем отправиться на танцпол. Яна, так приятно тебя видеть снова. Ну и, конечно же, хотите посмотреть положение, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить, конечно же, продолжение этой интереснейшей игры. Что там будет с Себом, что он нам скажет, что не скажет, будет нам подкатывательнее. Хотя у меня здесь девушка, да? Ну, хотя, знаете, он как-то, знаете, так очень тепло к нам относится. Ну, посмотрим. Если хотите посмотреть, обязательно. Знаете, как кнопочку нажать, да? И обязательно нажмите там лайкосики, ребятушки. И увидимся мы, конечно же, с вами в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok